Всем привет! В эфире Ньюсбокс и мы продолжаем знакомить вас со всеми событиями, которые состоялись в российском шоу-бизнесе. С вами Чак, а Russian Music Box готов транслировать все самое интересное специально для вас. Страха нет. О чем Рома Зверь снял свой новый клип? Боится ли Диана Арбенина выходить на сцену? Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Рома Зверь признался, что для съемок его нового клипа команду профессионалов он подбирал со всей страны. Видео на трек Страха нет оказалось весьма символичным, полностью отражает название песни. О том, где проходили съемки и как Рома в качестве режиссера воплощал главную идею, расскажем прямо сейчас. Рома Зверь постарался, команду для нового клипа он собирал со всей страны. Каждый из участников видео на песню Страха нет играет в клипе логическую роль. Мы просто искали людей талантливых, которые делают очень красивые вещи в своем жанре, да, спортивном, уличном, да. Поэтому разные будут у нас персонажи, начиная от скейтеров, танцоров, заканчивая акробатикой и слэклайнер. Почему-то хочется треклайнер сказать. Слэклайнер еще у нас прекрасный из Ебурга приехал. Это что-то такая веревочка есть, на ней человек прыгает. Съемочный день был всего один. По традиции лидер группы «Звери» вновь выступил режиссером. За вычурными декорациями не гнались, все сняли в павильоне, тут в ход шла даже мука. Да, такой визуальный эффект. Насыпали муки на все инструменты. И очень красиво все это выглядит, особенно если в замедленной, наверное, какой-нибудь съемке. Счастливые актрисы не могли скрыть свои радости. Преодолев барьер кастинга, они вдруг оказались рядом с кумиром. Да, я в 16 лет была на его концерте в Харькове. Я очень хотела когда-нибудь попасть, может быть, в клип. И вот сбывается мечта. Но это будет не единственным клипом с нового альбома. Уже на следующий день музыканты собирались снимать новое видео на другую песню. Выйдет альбом в первый день весны, а его презентация состоится 24 марта. Группа «Ночные снайперы» наконец разродились новым альбомом. «Выживут только влюбленные». Именно так называется новая пластинка коллектива, работа над которой длилась очень долго, что не свойственно снайперам. Но лидер группы Диана Арбенина призналась, что эту пластинку на сегодняшний день она считает лучшей своей работой. «Выживут только влюбленные» – новая долгожданная пластинка от «Ночных снайперов». Ребята создавали ее непривычно для себя долго, но зато результатом оказались довольны. Лидер группы Диана Арбенина, для которой выход каждого альбома – это событие, на сегодняшний день считает последнюю пластинку одной из лучших. Это космос, это свобода. Я ждала его очень долго, и мы выпускали по одной песне, ну, как обычно, синглы. И каждый раз я думала, вот еще одна песня на свободе, вот еще одна песня на свободе. И сегодня как раз очень классный день, потому что мы освобождаем целых 14 песен. Именно их для пришедших поклонников и журналистов сыграли «Ночные снайперы». Судя по реакции, те и другие оценили альбом по достоинству. «Выживут только влюбленные» – личный альбом с жизненными историями, личным отношением и опытом. Арбенина иначе не умеет. Именно поэтому она не вымучивает песни, она их лишь дорабатывает. Обычно бывает так, что я просто в какой-то момент знаю, что я сейчас напишу песню, беру гитару, какой-то лист бумаги и все. Это пластинка 21-й студийный альбом снайперов. Диана уже выходила на сцену сотни раз. Но, как признается музыкант, от концерта к концерту перед встречей со своей публикой ее волнения не становится меньше. «Вы улучшились ли вы перед выходом на сцену сейчас?» «Да, конечно. Слушайте, как-то с годами все больше и больше, как ни странно. Парадоксально, но тем не менее, раньше как-то, ну скажем, лет 8 назад, мне как-то, о-о-о, она такая выходила на кураже, вот и мы вот играли. А теперь я очень сосредоточена и мне важно все, что происходит, и очень обидно, когда получается не до конца». Этот альбом по количеству скачиваний и отзывам в интернете получился до конца. Каждая песня – история, каждая нота не случайна. Вероятно, искренность – это и есть залог многолетнего успеха группы «Ночные снайперы». «А я люблю на папашке, вот что-то я сходу, я люблю на папашке, но более я подходит, люблю на папашке, вот что-то я сходу, я люблю на папашке, а вот что-то я сходу, я люблю на папашке». «Вставка на любовь», как оценили гости премьеры, дебютный полнометражный фильм Артема Михалкова. Олег Газманов затасковал по цыганской страсти, о чем расскажет новый клип музыканта. Уже завтра в 19.00, не пропустите. Вот и все, ребята. Чаще заглядывайте в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также не забывайте лайкать и комментировать фотографии в Инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами был Чак. Всем мир, наслаждайтесь жизнью. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!